итак сегодня у нас будет обзор на нож от компании nox антей 3 вот в таких коробочках поставляется здесь у нас в одном одной коробочке атлант мы его отложим и сегодня у нас обзор на нож антей от компании nox всех приветствую на своем канале и сегодня у нас будет обзор на нож антей 3 от компании nox но стали d2 приходит он вот такой красивой коробочки и ну распаковочку я уже делал так что можете посмотреть что идет в комплектацию вот и немножечко расскажу о данном ноже и формате сравнение сравнение с версией в aus 8 стали ну значит по комплектации вот у меня есть антей 3d в стали aus 8 давайте сразу поговорим о их отличие ну сразу скажу что отличаются ножнами ножны у нас сделаны здесь и в другом уже варианте они крепятся на систему male вот здесь у нас обычные ножны скажем так тоже они могут и крепится на рюкзаке но система немножечко другая вот то есть ножнами они отличаются кардинально можете вот наглядно посмотреть а значит еще говорил в распаковочке о коробочке красивый антей 3 в аус 8 приходит в обычной белой коробочке не вот такой подарочный как мы успели уже наблюдать а в обычный но это не самое главное самое главное в ноже давайте уже перейдем к самим ножам что значит этот нож в отличие вот от данного в стали aus 8 это тоже принципе тот тот же нож но уже сделали его более на скажем так надежным в кончике ножа я тестировал недавно нож витязь и там сказал выводок что действительно вся так скажем линейки тактических ножей слабым местом является это кончик ножа вот здесь в данном случае уже по просьбе так скажем ну кто пользуется этими ножами александр берегов и команда они сделали его более скажем так надежным кончика намного толще ну и соответственно сталька различается здесь d2 здесь aus 8 вот можете наблюдать по кончику то есть он стал намного толще нет таких проблем на изобряя предоставлен производителем внизу вы найдете ссылочки на официальный сайт компании ногс и там же вы найдете промокод антон по которому вы на сайте производителя получите скидку на все фиксированные ножи в том числе и на данный нож пять процентов и на все складные ножи 10 процентов компании вот ну и посмотрим как он у нас сидит в ножнах принципе сидит очень хорошо вот и данные ножны они ко всем принципе системам таким вот креплений они адекватно подходят никаких проблем не будет здесь еще есть у нас много запаса паракорда который никогда не будет лишним походных условиях самая компания ногс позиционирует данный нож как тактический полевой в принципе я когда делал первые тесты вот на south 8 позиционировал его как резачок действительно был были тесты по дереву по продуктам и там данный нож себя показал очень неплохо он очень хорошо строгал деревях у резал продукты то есть но вот это вот проблема принципе она существует на на тактических ножах кончик но есть видео в интернете не знаю ставлю я его в свой обзор или нет что данный нож у владимира кочерука просто реально перед разрезал алюминиевую крышку как консервную банку никаких проблем с этим не было в принципе с данным ножом у меня сильно больших проблем не было он выдержал все тесты вот но в атланте south 8 там небольшая проблемка была последствий вот здесь данный нож уже перри скажем так переделан клин у него имеет другое в принципе форма тоже но он усилен довольно таки прилично носик очень очень толстый вот это хочу самое главное сказать про данный нож чем он стал отличаться рукоять как всегда удобно и вот запаситесь чайком не успел сказать потому что обзор будет не маленький здесь будет обзоры тесты сравнения и все остальное значит на коробке у нас обозначена и вот тх это 293 миллиметра полная длина ножа длина клина 158 миллиметров сталька d2 ну давайте мы я не запомню уже в распаковочке взвешивал не взвешивал по сравнению вместе с ножом от ног со стали aus 8 очень туго закрывается петля антей 3 стали d2 весит 239 грамм стали aus 8 антей 3 весит 233 грамма так ну и быстренько проверим заводскую заточку перед тестами принципе сделаем как сравнительный тест все нормально и у нас который уже побывал на тестах aus 8 тоже заточка из коробки очень радует и и Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 3d со сталью аус 8 хочется сказать что мог отлично стали делать нужно они растут вот если посмотреть и предыдущие нужно то нитки там торчат и они скажем так не очень практичны здесь уже совершенно другое качество можем нигде ниточки не торчат и нужны универсальный недостатком вот этих нож считает что только в одном положении можно вставлять но их качество здесь в любом положении крепится на систему малей и так далее дальше по самому нашу хочу сказать еще что спуски здесь стали они здесь были практически от обуха фальш-лезвие здесь по всей длине не от обуха это усилило нож он стал мощнее несколько раз в тесте можете заметить я промахнулся по деревьяшке и задел бетонную палку вот и кончик у нас выдержал он не погнулся есть небольшой скол на rk режущей кромки но это прям минимальное я считаю повреждение был у меня опыт по бетонке со всей дури когда я заехал на одном ножи от south 8 она просто загнулась и я выпрямлял она сломалась кончик сломался на здесь такой проблемы нету то есть кончик жизнеспособный и очень прочный в отличие вот даже от данного ножа но хочу сказать тоже с этим проблем что улучшилось качество по спускам здесь и 05 и 07 на кончике примерно одинаково единство здесь замечу что на предыдущей версии они не совсем прямо равномерные здесь вот больше здесь чуть меньше а здесь все идеально все спуски равномерные идут кончику они подвод очень жизнеспособные хорошего качества на этом закончу всем спасибо всего самого хорошего оставайтесь на канале до свидания спасибо 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 Продолжение следует...